Ну что, ребята, давайте, наконец, посмотрим, что же это за штука такая, аудиофильский цифровой проигрыватель за 760 тысяч рублей, в котором ЦАПа даже нет. Чтобы отправиться в это путешествие, нам для начала нужно понять, зачем вообще такое устройство делать. Такой девайс нужен тогда, когда вы строите серьезную, возможно, даже бескомпромиссную систему, и у вас уже есть ЦАП высокого уровня, который хорошо вписывается в вашу систему и дает именно тот звук, который вам нужен. В этом случае вам нужен источник, который будет максимально щепетильно относиться к вашей цифровой библиотеке, правильно транслировать стриминговый контент, не будет при этом тупить и, самое главное, не будет гадить в вашем тракте всякими помехами. И вот Aurender N10 – это как раз девайс, который разрабатывался максимально бескомпромиссно. И я уже говорил в первом видео, что все Aurender очень круто собранные. Здесь крепкий антирезонансный корпус из толстых кусков алюминия. Это даже не листы, это настоящие кусища алюминия. И стоит это все на специальных ножках из натуральной пробки. И это не столько для понта, хотя и для него тоже, сколько ради прочности конструкции. Чтобы ничего и нигде там не дрогнуло, ведь такой девайс может легко оказаться рядом с каким-нибудь фокал Grand Utopia, способный мне вызывать небольшие землетрясения. Поэтому такая жесткая конструкция вполне оправдана. И вот даже когда заглядываешь внутрь, то видишь, насколько высокая культура производства у компании, какие изящные линии внутренних поверхностей, как все размещено, какие платы крутые у них. Прямо бесконечный респект – это если не идеал, то очень близко к нему. Моя первая ассоциация с N10 – это техника Apple. Абсолютно такой же уровень дизайна, конструкции, культуры производства. Производят же их в Южной Корее. Что касается конструкции, то это реально аудиофильский стероидный сатана. У него там двойной линейный блок питания и аж три тароидальника внутри. И это как раз реверанс к тем, кто говорит, да у меня комп не хуже в роли транспорта. Ну что, есть у вашего компа три тароидальных трансформатора? А аудиофильский USB есть? То-то же. Кстати, его им изготавливает известная компания Amphenol, замешанная в том, что однажды они взяли и придумали BNC-коннекторы. И как говорит сам производитель про этот USB, особая конструкция экранирования предотвращает попадание помех на чувствительные к наводкам ЦАПы, что позволяет добиться максимального качества воспроизведения. И вот, кстати, попробуйте еще зайти в диспетчер задач вашего компьютера и посмотрите, что он фоном вытворяет помимо вашего звуковоспроизведения. Там тьма разных процессов и ему просто не до вашей хайрезной музыки. А N10 только выглядит таким простым и минималистичным. На самом деле внутри там целый киборг и похоже с таких вот N10-ых и начнется восстание машин. В принципе, если бы у него были конечности, то нам уже было бы не сдобровать. Внутри него установлен термостатический кварцевый генератор, в котором находится высококачественный кварцевый элемент с максимально стабильным излучением. Он заключен в герметичную капсулу и находится при неизменной температуре, короче, труба, ребята. И производят эти генераторы не абы кто, а питерская компания Marion, вот погуглите про них, это один из мировых лидеров по производству такого оборудования. Сами догадайтесь, где у нас эти приборы стабилизации, селекции и частоты используются еще. Как бы там ни было, Aurender пока еще довольно мирный и используют эти генераторы исключительно для убийства джиттера, который снижен до пренебрежима малого уровня. Плюс тут еще хитрая программируемая пользователем вентильная матрица. По сути это наиболее сложная разновидность интегральных схем, логика работы которых задается не при изготовлении, а программируется индивидуально пользователем. В общем, благодаря этой конструкции N10 способен точно преобразовывать DSD-поток в PCM в реальном времени, так что не бойтесь пока оставлять его включенным, но все же иногда поглядывайте за ним. Дальше внутри находится хранилище на двух жестких дисках по 4 терабайта каждый, так что для музыкальной коллекции у вас есть 8 терабайт. Должно хватить, пока не придумают какой-нибудь терабитный хорес формат. Зря вы сейчас смеетесь. Вспомните как FullHD сменился на 4K, а теперь уже и 8K вовсю наступает. Так что какой-нибудь сверх тяжелый аудиоформат может быть не за горами. Так вот, кроме обычных жестких дисков здесь еще куда более быстрый твердотельный SSD емкостью 240 гигабайт. Собственно, как и у всех OutRender, он нужен для обязательного кэширования всего, что воспроизводит девайс. Перед тем как начать воспроизведение, OutRender переносит на него трек из сети, из стримингового сервиса или со встроенного HDD. Так что в момент воспроизведения жесткие диски не задействуются и это прекрасно, потому что избавляют вас от лагов и шумов жестких дисков, в которых есть шумы вращения блинов, шумы движения головок и работы самого электродвигателя. И все они потенциально опасны для звука, ребята, как ни странно. Да, аудиофилия практически равно паранойя. Такова жизнь. Собственно, выводить этот чистейший сигнал на ЦАП вы можете не только через этот супер крутой USB, но и через любой цифровой интерфейс. Тут они все присутствуют. А поступать же сигнал может только по Ethernet. Никаких вам тут Wi-Fi, только кабели, только жесткач. А, ну и про шикарный фасад. Тут, как вам видно, здоровенный AMOLED-дисплей, выводящий кучу информации. Открою вам секрет. На самом деле они нас дурят и там два дисплея. Просто они спрятаны под одним стеклом. Ну, хитрые капиталисты же, вы понимаете, не могут они без этого. И тут есть одна странность. На дисплей вам белым по черному хорошими шрифтами выводится информация о треке, о том, с каким ЦАПом он соединен и какое разрешение сигнала. Но при этом эта штука ни при каких условиях не показывает вам обложки альбомов. Вот я не понимаю. Вот нет и все. Кстати, как и остальные рендеры, вот всегда забываю об этом сказать. Никто из них не показывает обложки. Не знаю, как вам, но мне вот хочется видеть обложку. Не знаю, какие у них там проблемы с ними. По идее, у них там уже все реализовано, потому что на тех девайсах, которые умеют рипать диски, они эти обложки показывают. Но только в процессе риппинга, не в процессе воспроизведения почему-то. Плюс он может вам еще показывать стрелочные индикаторы. Хорошие оранжевые и плохие синие. Но с ними тоже есть проблема. Они совершенно бесполезны для цифрового файла. Да и стрелки двигаются с некоторыми лагами, если вы слушаете стриминг. Смысловой нагрузки у индикаторов совершенно нет. Вместо них девайс должен текстом вам сообщать имя трека, характеристики и все такое. И он это как раз очень аккуратно и читабельно делает. И именно вот в этом режиме у него и должен постоянно находиться экран. А стрелочки они, ну, такое. Единственное, вы сможете отвлекать ими свою лучшую половину, когда потребуется. Они очень понравились моей жене. Дорогая, смотри какие красивые стрелочки я тебе купил, а? Ах да, управляется все исключительно с планшета, с фирменного приложения Aurender. У него хороший интерфейс, понятная логика. Просто тычешь во все подряд и закидываешь это ему в плейлист, а он его уже воспроизводит. И тут тебе уже обложечки, все по красоте, куча кнопочек, настроек и все вот такое в придачу есть. Ну и что же он, собственно, такого там выводит на 760 бешеных тысяч? А вот между тем, это пока лучший источник, который я слушал с MyTech Manhattan Duck 2. У Aurender есть парочка еще более крутых, но до них я пока не добрался, надеюсь еще успею. Но пока это лучший транспорт I ever heard. Ну, то есть, чтобы вы понимали по поводу его звучания. Здесь скорее я уже буду говорить о том, как звучит ЦАП, потому что Aurender просто подает максимальной частоты сигнал и по сути никак не влияет на окрашивание. Но с ним ЦАП получает такого качества сигнал, что помех, видимо, практически нет, как нет и джиттера. И само это загадочное цифроаналоговое преобразование происходит уже куда более точно. Так что вы слышите больше деталей, больше характера, глубже пространства. Особенно если сравнить, например, с моим Mac Mini, который я для этих же самых целей использую. Вот тоже, казалось бы, SSD внутри, Rune, больше ничего нет, все отключено и вычищено. Но разница очень большая в сравнении с N10. Очень хорошо это заметно, например, на Live RM, R-E-M, да, Losing My Religion, есть у них вот живая запись. И эта вещь исполняется под синхрон толпы, и вот разница в прорисовке масштаба оказывается довольно заметна. N10 показывает куда большее количество народа, и мощи у этой хоровой подпевки больше. Ты как бы глубже в самом шоу оказываешься. С того же Mac'а вроде вот все хорошо, и панч примерно такой же, и тембрально каких-то различий я не вижу. Но масштаба такого нет. Или, например, известная вещника Кейва, White Lovely Eyes, с N10 звучит вот прямо очень слоисто, я бы сказал. Там полно таких вот, знаете, субтильных звуков, которые так и норовят либо загудеть, либо раствориться в общей массе. И вот каждый мельчайший звук здесь очень четко прорисовывается, прямо песчинка к песчинке, и вот это очень мне понравилось, конечно. Такое можно на репите гонять, потому что этот звук прямо вот пожирать хочется. Сидел опять, полночи слушал нытье и завывание Кейва. Много думал. В общем, Aurender, конечно, прекрасен почти во всем, оснащен по максимуму, умеет тянуть музыку отовсюду, да, очень удобен и близок к идеалу в целом. Ну, может быть, в недостатке я бы записал ему отсутствие пульта. Ну, просто я вот видел пульты Aurender, и они очень классные, поэтому вообще хотелось бы иметь такое в качестве доп-гаджета, просто чтобы каждый раз не нырять в планшет. И хотя в Aurender и наплевали на целостность нашего кармана, но за это они позаботились о том, чтобы мы могли не сомневаться в том, что N10 возьмет от цифры все, и ничто не вмешается в таинство нашего высококачественного цифроаналогового преобразования. Будь она не ладная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова